Здравствуйте! Ознакомьтесь с законодательными новостями, принятыми в течение недели. Законом о внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленный на совершенствование системы лицензирования и разрешительных процедур в сфере оборота криптоактивов, внесены изменения и дополнения в некоторые законодательные акты. Согласно внесенным изменениям в закон о государственной пошлине, юридические лица, получающие лицензию на осуществление деятельности провайдеров услуг в сфере оборота криптоактивов, уплачивают государственную пошлину в размере и порядке, определяемом национальным агентством перспективных проектов. Кроме того, согласно внесенным изменениям в закон о лицензировании разрешительных и уведомительных процедурах, разрешение на осуществление деятельности по майнингу выдается Национальным агентством перспективных проектов. В соответствии с указом президента о мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Министерства здравоохранения, Центр поддержки здорового образа жизни и повышения физической активности населения преобразован в Институт здоровья и стратегического развития. Одной из основных задач Института является разработка и реализация программ формирования здорового образа жизни, профилактики и борьбы с неинфекционными заболеваниями. Согласно указу, будут разработаны программа формирования здорового образа жизни, систематической пропаганды и популяризации правильного питания на 2024-2026 годы. Национальная стратегия здоровья населения 2030. До конца 2026 года медицинское страхование будет полностью введено по всей республике. Согласно указу президента о мерах по реализации задач, определенных в открытом диалоге 2023 года президента Республики Узбекистан с предпринимателями, создан Банк развития бизнеса на базе акционерного коммерческого банка Кшла Курлешбанк. При нем образованы общества с ограниченной ответственностью, Фонд развития малого бизнеса и 14 центров содействия малому бизнесу в регионах. Теперь Банком развития бизнеса выделяются кредиты сроком до 7 лет для проектов малого бизнеса. Субъектам предпринимательства с положительной кредитной и налоговой историей требование к залогу снижается на 50%. Согласно постановлению, срок исковой давности по налоговому обязательству сокращается с 5 до 3 лет. Постановление правительства о дополнительных мерах по поддержке и содействию занятости отдельных социально уязвимых категорий населения предусматривает, что работодателям, принявшим на работу лиц освобожденных из учреждения по исполнению наказания, предоставляются субсидии. Согласно постановлению, с 1 октября 2023 года работодателям, принимающим на работу лиц освобожденных из учреждений по исполнению наказаний будет предоставляться единовременная субсидия в размере трех базовых размерных величин – 990 тысяч сумм. Для каждого лица, продолжившего трудовую деятельность после трех месяцев с момента принятия на работу. За исключением бюджетных организаций, государственных предприятий, юридических лиц с государственной долей 50% и более в основном фондовом капитале. Для получения субсидий для лиц, освобожденных из учреждения по исполнению наказания и продолживших трудовую деятельность после трех месяцев с момента принятия на работу, работодатели подают заявку в письменном виде в районные и городские отделы по сокращению бедности и содействию занятости, либо обращаются на единый портал интерактивных государственных услуг my.go.us. Постановлением правительства об утверждении административного регламента предоставления государственных услуг с выездом на места установлен порядок предоставления государственных услуг с выездом на места. Теперь государственные услуги предоставляются путем обращения в контактный центр Министерства юстиции «Колл-центр» или на его официальный сайт. Подать заявку можно в любое время суток через официальный сайт. Анкеты через «Колл-центр» принимаются в рабочее время с 9 утра до 18 вечера. Оказание государственной услуги с выездом на места не распространяется на выдачу национальных водительских прав. Оформление идентификационной ID-карты гражданина Узбекистана, иностранного гражданина и лица без гражданства, постоянно проживающего в Узбекистане, а также биометрического паспорта для выезда за границу. Оказание государственных услуг по выдаче персонального идентификационного номера физического лица. Предоставление государственных услуг с выездом на места будет осуществляться с 1 октября 2023 года. С этими и другими новостями законодательства вы можете ознакомиться через телеграм-канал Министерства юстиции и правовой информации. До свидания.